дорогие мастера всем привет сегодня на видео мы с вами будем наращивать объем versace это загущение внешнего угла и плавненько уходим на классику к внутреннему углу первые три ресницы там стоят классика внешний угол это опять 6 потом уменьшаемся 4 3 2 и до классического наращивания сейчас вы видите процесс обработки ресницы это качественная очистка перед наращиванием всегда мы сделать должны д макияж это может сделать пенка мицеллярная вода лучше всего пенка она проникает очень плотно между ресничек ближайшее время я хочу сделать сравнительную характеристику не с некоторых фирм по поводу пенок как ими снимать и пекут ли они при снятии далее мы наносим праймер в этом видео похвасталась я вам своей продукции использую здесь все для наращивания ресниц своей уже торговой марки наносим праймер для того чтобы хорошо открылись чешуйки ресниц и очень была плотная крепкая сцепка клей в этом видео мы используем black king сцепка 0 5 1 секунда очень быстрый неприхотливый клетку поэтому мы им пользуемся вообще универсально мы им пользуемся вот зимы и на данный момент тоже никаких проблем обратите внимание на разметку внешнего угла 2 реснички восьмерки 2 реснички девятки 3 реснички десятки 3 реснички 11 зачем я написала в какой длине и именно какое количество ресниц я буду наращивать для того чтобы внешний угол одного глаза и второго глаза был абсолютно одинаковым то есть если вы смотрите что у вашего клиента нет асимметрии в глазах глазки у него визуально одинаковые по длине до внешний угол одинаковый по густоте если по густоте они разные тогда вы будете комбинировать объемы для того чтобы густоту как-то компенсировать на одном глазу и сделать меньше на другом возду это если касательно густоты если касается того что бывает один глаз более продолговатый другой более короткий там немножечко другое моделирование на данный момент у нас абсолютно одинаковые глаза поэтому мы будем здесь делать разметку 2 реснички ставим восьмерки 2 девятки и точно такую же схему мы повторим на в другом глазике для того чтобы они были абсолютно одинаковым так вы можете настроить полностью внешний угол если вы обратили внимание сначала получилась какая-то неудача до ресничка у нас не стала на ресницу потому что там было просто краха тусичка иногда краха тучки они совершенно не хотят держать ресничку либо после наращивания девушка или ваш клиента открывает глазки она немножечко как провисает здесь все выполняется наращивание ресницы за ресницей поэтому после того как вы поставили пучок вы немножечко ресницу отодвигаете в сторону и направляете ее в ее рядность ресницы имеют от двух до шести рядов это средняя статистика да в основном говорят от 3 до 6 рядов и каждую ресничку когда вы наращиваете в технике lash to lash ресницу за ресницей вы направляете на свой ряд во первых наращиваем каждую ресницу одну за одной и вот если мы наращиваем ресницу с нижнего ряда мы как бы ее поставили и подтянули немножко на нижний ряд то есть вы выставляете задаете таким образом сразу правильное направление теперь также хочу вам показать на этом видео как выполнять наращивание в технике каркас это когда вы с небольшим интервалом ставите ресничку за ресничка то есть например с интервалом 3 5 миллиметров вы ставите каждую ресницу обратите внимание на что у нас был капнут клей это этикетка спот патча если я сейчас буду не права то поправите меня в ниже в комментариях но на самом деле на эту этикетку я знаю что большая часть мастеров работает именно так они не используют кристаллы они не используют кольца они достали патчи приклеили пальчик вашему клиенту нитрозовали реснички и они используют эту этикетку для того чтобы капнуть туда капельку клея почему этикетка из пластика и капля очень долго сохраняется поэтому один из самых крутых вариантов и это тот инструмент который всегда у вас под рукой вы в любом случае используйте патчи правда некоторые бывают просто не все гелевые используют но если вы используете гелевые патчи то вам еще послужит упаковочка от патча дав как как приспособление для клея и так смотрите в этом видео вы уже обратили внимание что у меня на руке реснички нескольких цветов это коричневый черный коричневый здесь используется не светло-коричневый здесь именно шоколад то есть не горький не темный шоколад здесь обычный шоколад и он комбинируется вместе с черными ресницами поэтому в наращивании ресницы будут смотреться просто как шоколад такое колорирование оно тоже смягчает взгляд если вы хотите немножечко как бы клиенту сделать такой взгляд подороже и мягче потому что черные ресницы на данный момент смотрятся слишком вульгарно я не говорю что их нельзя наращивать либо не нужно переходите все вдруг резко на коричневые нет ни в коем случае а потому что бывают девочки темные которым коричневый сделает их из них такую бледную моль немного да поэтому но хотя я вам скажу что темным девочкам колорирование именно в черный добавлять коричневый цвет тоже будет выглядеть очень дорого вы из них сделаете моль только в том случае если вы будете непосредственно один оттенок использовать коричневого цвета обратите внимание сейчас как можно прорабатывать внутренний угол не обязательно для внутреннего угла использовать патч так как это объем у нас мы уменьшаем объем к внутреннему углу здесь вот три ресницы сейчас будут стоять классики и поставленные они просто пальчиком приподняли это можно сделать несколькими вариантами это можно сделать приподняв пластырем внутренний угол либо это может сделать приподняв пальчиком внутренний угол все очень удобно надеюсь информация которая звучит сейчас в этом видео она вам будет очень полезно хочу немножечко рассказать еще о работе клея летом потому что что происходит летом с клеем обрис внимание что сейчас мы перешли на вилочки 2d объем у нас уменьшается до самый густой у нас получился внешний угол и теперь снимаем чтобы не было такого чтобы вот мы не снимали бровь до при макияже это мне давали рекомендацию девочки можно положить туда кусочек салфеточки да положили кусочек салфеточки и затем наклеили пластырь также что я для себя открыла можно оторвать кусочек пластыря и приклеить его с другой стороны не клейкой частью тогда получается то же самое то есть именно в зону брови так он не вытрется потому что там салфетка у меня в понимании немножечко она может как подтереть потому что у модели нет брови там только карандаш и чтобы он не вытерся вы можете кусочек пластыря отклеить я думаю что я сниму об этом видео и вам будет все понятно на данный момент попыталась объяснить на словах давайте посмотрим сейчас какой результат у нас получился и переходим к к наращиванию второго глазика а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok